Добрый вечер! Мы рады всех приветствовать, всех, кто вживую дошел до нас, и всех, кто смотрит сейчас нас в онлайн-трансляции. Действительно, лекции мастерской зрителей возвращаются в офлайн-формат, но, тем не менее, мы даем возможность тем, кто пока еще не выходит из дома, наслаждаться и слушать, и видеть нас вот таким образом. Сегодня мы будем говорить о том, что делать, если ребенок слышать ничего не хочет про поход в театр, а также отказывается наотрез от любой книги и даже не хочет смотреть на нее. И я в этом смысле абсолютно некомпетентный человек и с радостью представлю людей, которые нас посвятят во всю эту историю. Рядом со мной Татьяна Шереметт, театровед, блогер, автор книги «Дима и Лина в закулисье. Как устроен театр кукол?» Все верно, Таня, привет! У нас два микрофона, и я буду передавать каждому микрофон. Дальше Вика Смирнова, автор серии книг «Полезные сказки». Вика, добрый вечер! Здравствуйте всем! Дальше у нас Екатерина Гроховская, режиссер театра «Мастерская», и не только режиссер театра «Мастерская», в принципе, режиссер театра. Катя, добрый вечер! И Даша Завьялова, актриса театра «Мастерская», и педагог Даша, добрый вечер! Здравствуйте! Можно в микрофон, да? Смотрите, я сказала, что действительно я не очень компетентный человек, но я такой прекрасный дилетант, зритель, который много и часто бывает в театре. И я вообще не различаю, детский спектакль или взрослый. И я вспоминаю слова Крогоцкого, великого педагога и театрального режиссера, который говорил, что любой хороший детский спектакль всегда интересен зрителю. Поэтому вот первый вопрос я хочу задать вам. Вот согласны вы с этим? Понятно, что вы знаете, что нравится детям, но вам-то это нравится? Тань, давай ты. Ну, отвечая на твой вопрос, что хороший спектакль, он действительно интересен не только детям, но и взрослым, да. Но я вот буквально на этих выходных ходила, не буду называть в какой театр, на «Три поросенка» и вместе со своими, значит, двумя дочками, одной три года, другой шесть. И я заснула за полтора часа, нет, час с антрактом. Я умудрилась заснуть в первом акте, во втором ужаснуться, а им почему-то дико понравилось. Ну, то есть они вышли, и вот трехлетка рассказывала папе просто в красках, при том, что до этого мы с ней ходили, например, на льва и птичку. И там она, ну, ничего особо не поняла, а тут ей так понравилось, она рассказывала в красках шестилетка, была просто в восторге, рассказывала в понедельник в садике. Ну, то есть получается, что нам с ними нравится не совсем одно и то же. И вот эта сложная такая дилемма, которую приходится решать родителю, мне нравится не то, что нравится им, им нравится не то, что мне. Мне хочется воспитать у них хороший вкус, и в таком случае я, например, не хочу, чтобы они смотрели «Машу и Медведя» по телевизору, да, а хочу, чтобы они смотрели, ну, не знаю, там, «Машинки», например, это сериал для мальчиков. «Бип-бип», ну, это, ладно, неважно, летающих зверей, вот там, ну, что-то такое, да, где тоже многослойная конструкция мультфильма, да, и он там и интересный, и есть какими-то там отсылками, там, у них, например, появляется «Пободлер», да, ну, в общем, это очень сложная дилемма, и как раз ошибка многих родителей заключается в том, что они пытаются перетянуть, как мне кажется, одеяло, да, на себя, что нет, ты не будешь этого смотреть, потому что это плохо, фуфло, это кошмар какой-то, почему тебе нравится смотреть, например, там, по ютубу распаковки, или, там, как, не знаю, строят из лего что-то, или как играют в Майнкрафт, ну, это вот частые такие родительские вопросы, да? Потому что это воспитание хорошего вкуса. Вот надо так воспитывать хороший вкус, чтобы это было постепенно, чтобы ребенок не шугался, потому что вот недавно ко мне обращается подписчица, да, мне часто пишут в директ, спрашивают, что вот, есть там такой-то мальчик, совершенно не хочет ходить в театр, вот, например, пишет мама, у меня мальчику 9 лет, он не хочет слышать вообще о том, чтобы идти в театр. Ну, то есть, как только я заикаюсь и говорю, а давай мы с тобой сходим, он говорит, нет, мама, это скучно. А я не понимаю, откуда он взял, что это скучно, я вот так люблю театр, и ему всегда рассказываю про театр, почему он считает, что это скучно. Таня, могла бы ты посоветовать, вот я попробую сделать еще одну, значит, попытку его туда отвезти. Я спрашиваю, чем интересуется мальчик? Выясняется, что он интересуется рэпом, что он там, опять же, играет в Майнкрафт, что он, ну, такой типичный девятилетка, в принципе, да, а мама очень такая про искусство, и она спрашивает у меня, например, вот давай, может быть, мы его, наверное, чаепитие состоится в Харлсон Хаус, отведем. То есть спектакль, который по «Алисе в стране чудес», это действительно замечательный спектакль, он имеет золотую маску, не просто так, там, не совсем, в общем, прекрасный спектакль, но я говорю, Варя, ему надо начинать не с этого. Это прекрасный спектакль, но как есть, вот, например, дети в чтении нерасчитанные, да, и их надо рассчитывать, давая им ту литературу выбирать, которую они хотят. Например, вот, там, моя сестра была в шоке, когда ее подросток выбрал сказки в СМС, да, она хотела, чтобы она читала что-то такое более высокое художество. Ну, то есть слышит ребенка. Да, да, и я ей говорю, вот, отведи в Карлсон Хаус тот же самый, например, на «Сашка один дома», а там спектакль, который поставил Миша Сафронов, он сам написал пьесу, и главный герой… Ты говоришь, но… Извини, не, я быстро, короче, этот спектакль, он именно современный, он про современного ребенка, который там снимает блог, влог, разговаривает с подписчиками, потом у него появляется вымышленный друг. И я говорю, вот, отведи его туда. Нет, этот спектакль идет редко, а мне надо прямо сейчас, вот, чтобы он полюбил искусство. И в результате мы возвращаемся к чему? К тому, что она очень хочет вот срочно его сейчас с чем-то прекрасным познакомить, и ведет его на тот спектакль, который ему не состыковывается с его интересами. И вот, пожалуйста, не надо так. К этому мы еще вернемся, Вика. Да, напомните, какой был вопрос. Пожалуйста. Таня сбила. Вопрос заключался в том, что, ну, во-первых, действительно, любой детский спектакль должен быть интересен. Я думаю, что очень важно, чтобы мы вместе с нашими детьми проводили время в кайф для обеих сторон. И в этом смысле мне кажется важным, чтобы то, что происходит, нравилось и тому, и другому. И я, как мама, когда выбираю, куда нам пойти, или что нам читать, или вообще что нам делать, это не обязательно книжки или спектакли, конечно, об этом думаю. Мне кажется, что вообще это все упрощает в родительстве, не только в плане воспитания любви к искусству, если вообще это нужно воспитывать специально. Ну, и, в принципе, это очень сильно упрощает родительство и отношения между родителями и детьми, когда мы просто классно проводим время вместе, ходим на спектакли, которые нравятся и нам, и мы же можем прочитать, о чем этот спектакль, и увидеть там что-то интересное для нас и для них. И если он не понравится кому-то, ну, это, ну, и ладно, мы поищем какой-нибудь другой спектакль, поищем какую-нибудь другую книжку. И для меня в этом вообще нет никаких сложностей, мне кажется, что столько всего интересного разного есть на свете, что это здорово вместе искать что-то, что понравится всем, и мы вместе потом про это поговорим. Я попрошу Дашу сейчас, Кате, передать микрофон. То есть, и вот Кате, как режиссер, который ставит для детей спектакли, как раз, может быть, эта проблема Тани Шереметт, она слишком продвинутый зритель, и, может быть, надо было увидеть в этих трех поросятах что-то интересное. Может быть, правда? Увидеть интересное там, где его нет. Ну, дети же ее увидели. Нет, это есть такой прекрасный театральный деятель, Алексей Иванович Лаевский, который известен на всю Россию, и ему принадлежит бессмертная фраза, когда вот в ответ на «а детям нравится», говорят, после какого-нибудь фуфла, да, там, какого детства, «а детям нравится», говорят, он отвечает, «это девиз наркодилеров, а детям нравится». Я согласна абсолютно. Вот, поэтому, наверное, в том случае, о котором говорила Таня, тут проблема не только, проблема в том, что мама просто очень сильно давит. Нельзя заставить полюбить, как известно, ничего, никогда и никакими способами заставить и полюбить, это два слова, которые в одной строке написаны, быть просто не могут, это вообще бред. И, конечно, хороший спектакль, ну, наверное, хороший спектакль, детский, взрослый, неважно, он про людей или людей. И когда, если люди, которые делают спектакль, думают о том, на какую тему, зачем они хотят поговорить с детьми и со взрослыми, им самим эта тема важна, интересна, если они берутся за спектакль не для того, чтобы, значит, с утра спить немножко бабла, как бы, да, вот, там по-любому будет что-то честное и настоящее, значит, и спектакль будет хороший. Когда мы, допустим, когда я делаю спектакль, да, мы собираемся творческой группой, и мы вот репетируем, у нас, естественно, на репетициях случаются какие-то шутки какие-то свои там взрослые, мы говорим, давайте это оставим, вот тут у нас улыбнутся взрослые. А здесь, там, а вот это, дети, а дети не поймут, там иногда говорят, дети не обязательно должны все понимать вот здесь на уровне интеллекта, они считывают какую-то эмоцию, они считывают волну, которая идет от взрослого. Если взрослый, например, понимает, что сейчас речь идет о смерти, допустим, например, а ребенок не понимает, что про смерть, но он чувствует, что с мамой рядом или с папой что-то происходит, он считывает это, ну, какими-то другими рецепторами, что ли, да, и вот это переживание, ведь театр, тот же самый Зинович Карагодский говорил, что театр, он для чего, он может создать впечатление, он не может ничего научить, переделать, пропагандировать, заставить полюбить, курить, когда, да, нет, нет, он может создать впечатление. И, может быть, это впечатление поможет нам, допустим, вечером не ссориться, или заснуть с надеждой, или проснуться с надеждой, или, ну, как-то полегче как-то что-то вот, как-то жить дальше. И в этом смысле, конечно, хороший спектакль всегда и для детей, и для взрослых, потому что он про людей, и для людей, а ребенок — это человек, просто он находится в начале пути, а взрослый где-то там, вот и все, наверное. — У тебя реплика? — Да, 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 хочу, просто тут мы сталкиваемся с проблемой, что есть режиссеры, как Екатерина Гороховская, которые, когда ставят, они думают о том, что там считает взрослый, что там считает ребенок, и вот как-то такое. А все-таки, вот я как член экспертного совета премии Театра Петербурга детям, к сожалению, все-таки 80% не думают про то, что там считает взрослый, или, может быть, думают, но это для них настолько, ну, вообще, проходное творчество. К сожалению, вот я все жду, когда, наконец-то, в сезоне будет большая часть спектаклей все-таки каких-то, ну, художественных, да, осознанных, но, опять же, мы сталкиваемся с тем, что очень много ставится для того, чтобы срубить бабло, извините меня, потому что вот люди же хотят водить детей в театр, и вот, пожалуйста, спрос рождает предложение. Тоже быстренько тогда ответить, потому что, да, тут, ну, изначальный посыл какой, для чего мы это делаем, либо, чтобы, там, за деньги, потому что это касса всегда, либо потому что, ну, надо же, как Хармс говорил, да, про детей, что, ну, не убивать, конечно, надо же, что-то с ними делать, как бы, и как-то их кто-то посадить, да, и пойти, наконец, выдохнуть там, вот, ну, если вот ради этого, это, конечно, очень порочная практика, когда приходит молодой режиссер, например, в театр, он говорит, ну, мы должны еще посмотреть, ну, ты пока поставь что-нибудь детское, как бы, нет, ну, нельзя так, нельзя так, Это огромная ответственность. К нам приходит молодой человек, человек, но еще юный, который не знает ни этого языка, ни этого способа общения с реальностью, и мы можем сломать и надломить, и потом мы ничем никогда не заставим его не выйти в театр, какая бы ни была прекрасная мама, вдохновленная и многоречивая. Теперь, Даша, да, как, во-первых, человек, который играет, и спектакли для взрослых, и для детей, вот эти ощущения, да, когда ты выходишь играть для детей и для взрослых, они разные, ну, и, естественно, основной, да, вопрос. Ну, я сначала скажу, что в спектакле «Винни-Пух» я играю пятачка, для меня это, мне кажется, из того, что я играю сейчас, даже во взрослых спектаклях, одна из самых любимых ролей, потому что, ах, потому что про добро и про какую-то наивность, которая есть в детях. А ощущения, да, на самом деле разные, ну, как бы, если ты любишь играть на сцене, то ты любишь играть на сцене, если ты любишь зрителя, ты любишь зрителя, но всё равно, когда ты играешь в детские спектакли, у меня это появилось только, мне кажется, как-то в более острой форме, когда я стала педагогом, если можно так себя назвать, это какое-то очень ответственное такое звание, мне кажется. Ты поясни, педагог... Театральной студии «Шкаф», вот, и ещё немножко театральной студии, театрального пространства, ой, не театрального, творческого пространства, так, вот. Там дети, везде дети, да, в шкафу у нас от, ну, так, у нас в шкафу, да, есть жители, которым от трёх до теперь уже семнадцати, то есть у нас уже такой разброс, это филиал московской студии «Шкаф», вот, и сейчас недавно мы открылись в Петербурге, вот. А в Таке там тоже дети, но совершенно разного, как бы, возраста. Вот, я ушла от темы куда-то, да, впечатления очень разные, когда играешь для детей, чувствуешь огромную ответственность. И вот недавно, ой, у меня был очень интересный и замечательный случай про то, что, как бы, детей водят в театр, и ко мне приходили на спектакль «Волшебник изумрудного города» мои, наши подопечные шкафы. И в этот момент я могу сказать, что я, когда выходила, у меня там первая сцена «Волшебники изумрудного города», и я выхожу, я думаю, господи, господи, как, они же меня видят, я их чему-то пытаюсь научить. И в этот момент ты чувствуешь такой какой-то, даже не груз ответственности, а какое-то очень волшебное такое ощущение, что вот ты им на практике, показываешь то, чему ты их пытаешься научить. И очень важно, чтобы им понравилось, чтобы они увидели в этом, ну, твой какой-то посыл. И когда после спектакля они прилетают к тебе за кулисы, обнимаются и говорят «А, нам понравилось!», а потом на следующем занятии они уже на практике видят и пытаются сделать, потому что видели, как это со сцены, это, конечно, очень сильно дорогого стоит. А про первое высказывание я вот сидела и думала. Я очень согласна, вот, Софи, мне так интересно слушать, потому что я уверена, что у меня гораздо меньше опыта пока что в этом, я еще не родитель, вот, я как бы с детьми работаю давно, но у меня нет такого, наверное, багажа, огромного знания, я как-то действую интуитивно, и то, чему меня научили в театральной академии, может быть, до этого где-то. Но мне так нравится в этом смысле, в этом высказывании вместе, и должно понравиться, мне кажется, это настолько необязательно, а классно же, если не понравится, но вместе, да, если вы пришли вместе в театр, вам не понравилось, вы едете потом и обсуждаете это, главное, наверное, разговор, и главное, наверное, друг друга слышать, вот, как-то, я, наверное, путана сказала, потому что это уложить. Все понятно, все понятно, Даша, спасибо, мы, конечно, окунулись в тему театра, ну, поскольку театра много в нашей жизни, но вернемся к литературе, а вот, наверное, вопрос к специалистам в литературе, насколько изменилась детская литература, и сначала сейчас слово дам Вике. Насколько изменилась детская литература? Да, мне кажется, а, вот, работает. Мне кажется, что детская литература меняется, это точно, и становится она более какой-то честной, что ли, более свободной и менее назидательной, и меньше не становится морали. И в этом смысле мне кажется, что это классная литература. Но при этом я не считаю, что нужно, там, отменить классику или какие-то книжки, которые были в нашем детстве. Это всегда, книжки всегда, возможность куда-то спутешествовать, куда-то попасть, посмотреть, как было раньше. И даже если мы, не знаю, читаем книжки с детьми, в которых совершенно по-другому показано все, что вокруг происходит, не знаю, там, совершенно другие отношения, родители ругаются, наказывают, не слышат, не проявляют свою любовь, это все равно, опять-таки, повод поговорить, а как бывает, а как было, а как было у нас, а как у нас сейчас. И это очень интересно. Мне кажется, что даже вот вопрос ставят иногда, нужно ли сейчас читать классику, или она как-то уже совсем неактуальна, и нужно изучать только новые книжки. Мне кажется, что читать нужно то, что хочется, и всегда можно найти интересное в любом времени. Например, вот у меня двое сыновей, одному четыре почти, другому почти восемь. Они совершенно по-разному воспринимают книжку про Карлсона, и совершенно иначе, чем ее воспринимала я. Мне казалось, я помню свои чувства, мне казалось, что Карлсон это кто-то такой удивительный, волшебный, вот бы мне тоже кого-нибудь такого повстречать когда-нибудь. Положительный герой. Да, мой старший сын ненавидит Карлсон, он выходит из комнаты, когда мы читаем, а младший любит, когда мы слушаем аудиосказку или читаем, он выходит, и он не просто выходит, он возмущен, он очень возбужден и говорит, что да как вы можете это читать, это отвратительный вообще персонаж, он дурачит малыша. Это невозможно вообще, как это вообще вот так. И ну вот это же круто, ну это интересно, надо за этим наблюдать. И я не могу сказать, что раз в Карлсоне транслируются какие-то такие вещи, и родители там особо его не любят, вообще он никому не нужен. И даже этот человечек, который становится ему близким другом, и то, как ты себя паршиво с ним ведет. Ну что теперь, мы не должны читать Карлсона? Ну нет, давайте почитаем и поговорим. Одному нравится, другому не нравится, это об этом, это видишь, я это. Поэтому литература меняется, это нормально, но и та литература, которая когда-то была, она тоже важна, интересна, как история и как повод разговаривать. Таня. Во-первых, я фанатка твоего старшего сына, но я слежу за Викой в Инстаграме, меня всегда прям очень радуют все его высказывания. Я не отменяя того, абсолютно соглашаясь с Викой, хочу просто обратить внимание на то, что да, детская литература, она меняется, она отвечает каким-то современному темпу жизни, современным темам, которые актуальны для современных детей. Но проблема в том, что родители, опять же, часто перетягивают одеяло на себя и, вспоминая, что они читали в таком-то возрасте, что они любили в таком-то возрасте, ждут от своих детей, что они будут любить то же самое. У Галины Юзефович, в ее книжке, как пишутся, в этой книжке, у нее есть прекрасное эссе, как она одному из своих сыновей, у нее тоже двое сыновей, она одному из них подсунула, что называется, свою любимую книгу юности, по-моему, там Жюль Верн, что-то такое. И вдруг увидела, что вот недели идут, а у него как эта книжка лежала, и вот примерно на одном и том же месте вот закладка как лежала, так и лежит, и лежит, и лежит. И она говорит, я просто села, открыла и стала читать сама. И увидела, что вот у него закладка на 50-й странице, 50 страниц, там описание. Описание, вот это вот красочное, такое вот прям очень высоко художественное. И она говорит, что, вы же понимаете, эти дети, они другие, мы в нашей юности, у нас не было ни кинотеатров на каждом углу, ни телефона с играми, ни там того же самого Майнкрафта, ни дни рождения, там постоянно, значит, здесь в таком-то центре развлечения всяком. Ну, у них совершенно другая жизнь, она у них очень быстрая, у них больше вариантов, как себя развлечь. И для нас развлечениями были только книги, вот, а для них уже по-другому, и поэтому такие книги им часто не заходят. Это не значит, что нет, не надо с ними читать классику. Классику, безусловно, в какой-то момент, там, они, в смысле, дети, да, рассчитанные, они подходят к классике, видят там свое, и все-таки классика не просто так классика. Но, опять же, да, вот держать в голове, что современные дети, они немножечко другие, чем мы, им не обязаны нравиться то же самое, что и нам, потому что у них другая жизнь, и они другие. И современная детская литература затем и нужна, что они видят в ней свои проблемы, свой отклик, ну, они находят отклик из своей жизни, да. А в Денискиных рассказах, какие бы они смешными нам ни казались, да, для них, может, про те же Денискиные рассказы Юлифович пишет, что я, говорит, мечтала вслух и ждала, когда же они начнут смеяться. А они все не начинали и не начинали смеяться. Ну, действительно, почему же? Ну, вот, просто учитывать это, когда мы выбираем книжку, да, позволять детям самим выбирать книжку, читать про то, что они хотят, что они встречают в жизни, там, про развод, про смерть друга в юности, ну, и так далее, и там подобное. Ага, да, вот я как раз Кате хочу передать, а вот в театре это же уже не важно, то есть те же описания Жюль Верна нужно, можно преподнести совершенно по-другому театральным языком. Это правда, я сейчас быстренько закольцую, потому что у меня тоже двое сыновей, ну, три раза по закону трех должен прозвучать. И тоже та же самая история, старшему 18, и он как раз рос, два капитана Жюль Верна были прочитаны полностью, младшему 11, вот ему 12-й год, и это уже не заходит. Но мы с ним читаем, просто я до сих пор читаю перед сном слух, и сейчас мы пришли к Крапивину, книжкам, на которых я росла и прочитала всего Крапивина, и мне казалось, ну, как же так, ну, как же так, без него может пройти детство. И я сейчас понимаю, что смотрю, вот я думаю, я знаю своего сына, я знаю его темперамент, я понимаю, что по темпераменту ему вот эти истории о немножко непонятых, одиноких мальчиках прям вообще зайдут. И вот мы читаем, и как ни странно, вот эта неспешность описания, но я их читаю сама, переживания у костра, там еще какие-то истории, вот он слушает, и я прямо чувствую, как он растворяется, он весь там, как только дело доходит до отношений взрослых и детей, там стоп, потому что у него совершенно другая мораль, другие постоянно не понимают, как можно дать ребенку затрещину или сказать, ну-ка, что ты тут, ну, то есть вообще, и тут меня немножко радует изменение скорее, потому что то, что было совершенно органично в нашем детстве, да, безусловно, авторитет взрослого, дети, другие сейчас, и не знаю, что плохие, но они смотрят на взрослого человека, и они говорят, окей, ты взрослый, старший, что? И что? И смотрят, что ты сделал в жизни, как бы, и почему? Просто мы первое поколение родителей, где-то было это у Людмилы Владимировны Петрановской в лекции, мы первое поколение родителей, которые, то есть как исторически сложилось, что ребенок не знает, а взрослый знает, и несет ему это знание. Мы первое поколение родителей, которых дети чему-то учат. Вот я не знаю, как вы, но вот в моем, как сказать, в моей взрослой категории точно каждый родитель хоть раз обращался к сыну или там дочке, слушай, тут у меня что-то тут, тут как бы на что-то джать, вот, он говорит, господи, боже мой, это ситуация первой жизни. Что касается театра, конечно, это уникальный мир, это уникальный язык, и любую литературу, и любую, все можно перевести на язык театра, и был бы только, опять же, главный вопрос, зачем? Зачем, про что и для чего мы про это говорим? И интересно, что пьес, хотя пишется много для детей, все равно сейчас в театре в основном, мне кажется, востребована именно современная детская литература. Вот самые крутые последние спектакли, самые яркие, интересные, они поставлены по современной литературе детской. И это тоже не случайно, мне кажется, потому что она предлагает новые темы, которые вот, да, для детей, как по-моему, и вызывают в них такой отклик. А что касается классики, то это, это больше уже, ну, если чем дальше от Петербурга, Москвы отъезжаешь, и там говоришь, вы знаете, тут есть, вот, Павел, Лучстарк там есть, давайте, Денис Пинар, там еще, там, ну, наверное, они говорят, это очень интересно, очень хорошо, на обребку. А вот почему? Они боятся, да? Да, это стереотипы, это боятся, потом есть все равно стереотип, потому что на знакомые названия, на дюймовочку пойдет больше народа, чем на чудаки и зануды, или умеешь ли ты свистеть, Йоханна. Какая еще Йоханна? Меня удочерила горилла. Меня удочерила горилла, Господи, принеси, понимаешь? Вот, а репка, дюймовочка, да, все понятно. Но, вот что интересно, я от себя поймала такой мысли, что если бы я, когда мой сын помладше был, видела бы дюймовочка, потому что тоже такая меланхоличная сказка, тоже для моего маленького меланхолика, прям вообще, вот прям все, не, не, уму, пусть, здесь какие-то букашки, вот, ну, летают все прелесть. И я поняла, что вдруг, что я как родитель, я бы хотела увидеть традиционную дюймовочку. Я вот как режиссер, я бы села бы, допустим, сказала так, дюймовочка, как бы я так повертеть, про что же сегодня рассказать эту историю? А как родитель, вдруг, я понимаю, то есть я так... Раздвоение. Ну, меня очень, ну, заинтересовало вот это все. Но как с этим, ну, не боремся, что ли, в провинции, а, ну, есть такой вариант, например, что если это очень, особенно если это маленький какой-то город, и жители этого города, ну, не избалованы каким-то современным, там, продвинутым искусством, тогда мы берем традиционное название какое-то, например, Снежную королеву мы берем, да, например, и мы внутри просто этого названия, опять же, пытаемся рассказать спокойно, не вот так вот, да, не извращая там историю, но мы пытаемся, кажется... С современным языком. С современным языком. Ну, что значит с современным языком? Это не значит, что у нас там сидят все там, не знаю, да, да, да. Нет, вполне все традиционно все происходит, просто люди, ну, актеры, они не кривляются, не изображают, грубо говоря, они как живые, реальные люди говорят, и они сами понимают, про что они говорят. Ну, вот конкретный пример, «Вишневый сад», «Майнкрафт», «БДТ». Ну, что я могу про это сказать? Может быть, два слова скажем? Ну, я посмотрела и оценила порыв, скажем так. Мне очень нравится политика «БДТ», что она пытается находить, нащупывать эти новые формы, как раз вот на стыке желания родителей там познакомить с классикой ребенка, и при этом подать это в какой-то увлекательной форме для ребенка. И, в принципе, мне кажется, что вот такой майнкрафтовский вишневый сад, где всякие «Здрасте, забор покрасьте» — это цитата сейчас из спектакля, если кто не понял, да, ну, что это здорово, да, ну, здорово сама идея, что вот ребята могли там подключиться через этот майнкрафтовский мир и погулять по БДТ, да. Ну, то есть, как театрального критика у меня это, ну, как-то вот много вопросов, да, у меня было. Но при этом тот же самый БДТ берет, например, там «Трех толстяков», да, вот к вопросу о том, что театр может все, и «Три толстяка». Ну, много ли вы знаете подростков, которые вот сами взяли и прочитали «Трех толстяков»? Ну, я что-то не могу вспомнить, если честно. А привезти их на спектакль «Могучего», и они увидят там этот блокбастер с отсылками к «Звездным войнам» и всякое такое, вот, пожалуйста, ну, отличная работа, да, с классической литературой в современном театре, дополняющая ее современными какими-то смыслами. Скорее, с источником литературным. Да, 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 но мне просто кажется, что это вообще нормальная работа режиссера. Вот когда режиссер просто берет и передает текст артистам и говорит «Идите и играйте», вот мне кажется, что это не работа режиссера. Это называется «Как написать, а так и сыграть». Ну, вот, да, но просто зачем там тогда режиссер, вот вопрос у меня, да, а опять же 80% так и ставят, а почему, ну, нормально же, да, как автор написал. Да, как автор написал, а родители потом еще будут ругаться, что мы пришли, значит, на «Трех толстяков», а там никак автор написал. А как автор написал, давайте поговорим. Ну, у автора не так говорят они, а как. И дальше, значит, вот разговор закончен, потому что никто не знает, как автор написал. Даша, в педагогике используются современные тексты, и вообще каким языком лучше разговаривать с детьми в тот момент, когда идет мучение? Просто близким для них, наверное, но... Я как-то не задаю себе такого вопроса, не знаю, ты идешь от ребенка. Вот для меня очень ценный момент, когда приходит ребенок новый, и как-то у меня так, не знаю, почему-то я сразу же сажусь на тот уровень, на котором он находится. Ну, в плане, там, ты присел, это даже физически, то есть ты стараешься говорить каким-то, не знаю, голосом. Как ты это чувствуешь, короче, вот, что... Ты чувствуешь момент, когда нужно поднять энергию, когда нужно дать что-нибудь такое двигательно-физическое, когда нужно что-то более концентрированное дать. И современным ли языком? Ну, вот, мне, наверное, в этом смысле, мне кажется, легче, потому что я сама еще, как сказать, я сама еще не родитель, и у меня нет той степени, мне так кажется, ответственности. То есть я пока еще не... Мне кажется, что я довольно близко с ними нахожусь. Плюс у меня, наверное, есть где подчеркнуть, потому что у меня педагог-мама, причем педагог такой волшебная фея, как я ее называю. Она ведет, у нее программа слушания музыки для детей, причем начиная от двух лет. И я очень много этого смотрела, очень много, как бы, помогала ей. И, ну, я не знаю, мне сложно так вот именно методологически разобрать и сказать, вот я там говорю вот так, пользуюсь таким-то языком. Просто ты стараешься очень включиться в каждого ребенка, который к тебе приходит. И на самом деле, что интересно, вот есть, например, у меня четыре группы, а есть еще другая студия, где совершенно другая группа. И надо сказать, вот сейчас я об этом задумалась, что у каждой группы свой язык, у каждой группы своя атмосфера. Каждая группа, у них абсолютно свое какое-то видение. То есть, условно говоря, я могу прийти в шкаф, и мы там в одной группе с маленькими детьми, там где от пяти до восьми, мы отправляемся в вся игра. А у меня вообще предмет, сценическая речь. То есть, казалось бы, как-то ребенку должен объяснить, что такое диапазон, что такое резонатор, что такое регистр. И тебе задают эти вопросы, им интересно, и ты все это пытаешься, как сказать, через какую-то, может быть, игру. И у меня возникла мысль тогда, еще когда были первые занятия, сделать это как путешествие. И к каждому уроку ты ищешь какой-нибудь вот такой вот способ. Вот, кстати, язык, игра. Вот, наверное, в маленьком возрасте, пока они еще, может быть, не сдают именно каких-то таких вопросов, сейчас боюсь сказать, серьезных, наверное, не то слово, да, интеллектуальных вопросов, то есть они как бы своим языком пытаются тебя понять, то просто общаться с ними на языке игры. И вот сегодня у меня было занятие перед этой встречей, и я уже прихожу туда, открываю дверь, летит ребенок и говорит, а куда мы сегодня поедем, куда мы сегодня отправимся? Вот, и ты как бы уже знаешь, что им нравится, что, например, в этой группе язык путешествия, в другой группе есть дети, которые уже все знают, что они хотят быть режиссером, сценаристом, актером. И тут вчера пришла девочка, которая сказала, я хочу быть актрисой озвучки. И я думаю, интересно. Хорошо, и причем возраст, это, ну, наверное, лет 7-8. Я просто так задумываюсь, а было ли в моем детстве, в мои 7-8, ребенок или какой-то мой друг, который пришел и сказал, я хочу быть актером озвучки. Это крутая профессия, очень, но то, что они уже знают дети, это так здорово. Ну, в общем, у всех, наверное, у каждой группы, у каждого ребенка как-то это формируется, что вырабатывается свой какой-то язык. Вот. Мы сейчас ближе подошли к литературе, но сейчас я хочу, чтобы мы еще ближе подошли к чтению. Потому что на вопрос, любят ли дети читать, вообще я слышу какие-то диаметрально противоположные ответы. Кто-то говорит, да, современные дети обожают читать, кто-то говорит, нет, современные дети не читают. Есть ли ответ на этот вопрос, и как заставить ребенка читать, и вообще нужно ли заставлять? Заставить полюбить читать. Заставить полюбить читать. Ну, не я придумала, уже многие отмечали, и тот же Дима Зицер, например, обращали внимание родителей на то, что современные дети читают больше, чем мы. Потому что все эти мессенджеры, соцсети, они больше пишут, больше читают. Но, тем не менее, вот эта вот иллюзия, что якобы современные не читают, она рождается, опять же, на мой взгляд, от того, что дети не читают то, что хотят родители. Ну, вот он не прочитал Жюль Верна, он не прочитал «Трех мушкетеров», значит, он не читает. А он читает там «20 лучших сказок в СМС». Он... То есть нет фундамента того? Да, да, да. Ну, то есть тогда надо как-то разграничивать. Мне кажется, что не существует нечитающих детей, существуют дети, к которым не попалась книга, да, которая заставит их полюбить читать. Да, да. Не, ну, это я шучу, конечно, но то же самое я считаю с театром, да, что вдохновит, да. Точно так же я считаю, что не бывает людей, то есть многие, я иногда слышу такое, что я не люблю театр, я считаю, что человеку просто не попался тот спектакль, который отвечает его запросам, да. Он, например, там, не думает, что театр – это только когда ты вот сидишь и смотришь то, что тебе там артиста, как чего-то написано, так и сыграно, да. Они не знают, что есть там спектакль-бродилки, есть иммерсивные спектакли, бог с ними, да. Взаимодействие. Да, да. Ну, то есть бывают разные виды театра, бывают и театры без актеров, ну, в общем, просто человек не столкнулся еще с тем видом театра, который он полюбит, да, который будет отвечать его там каким-то любовем. И то же самое с книгами, мне кажется. Просто надо поискать. Ну, я соглашусь, Таня, что проблема, наверное, если она вообще есть не в том, что дети не читают, а в том, что они не читают то, что хотят бы родителям. На самом деле, если кому-то кажется, что ребенок не читает, он может просто прийти, загуглить и прийти на любую встречу с детским писателем, и он увидит просто полный зал детей, которые не просто читают, они просто спать не могут, есть не могут, они задают вопросы. Так мы попали однажды на встречу, нам очень повезло, с моим сыном, с Марией Парр, и в маленьком магазинчике «Чудесство», который, наверное, все знают в детском, и там просто негде было, я не знаю, дышать нечем было, потому что все были прилеплены друг к другу, ведь люди приходили как на, я не знаю, на какой-нибудь рок-звезду со несколько часов, чтобы занять места, и не могли отпустить автора, потому что задавали бесконечные вопросы. Я сидела и думала, где эти дети, которые не читают? И здесь можно много о чем говорить, о том, что это какие-то родители особые, которые там как-то заранее их научили любить читать, и вот они теперь любят вафельное сердце. Но на самом деле, мне кажется, что надо родителям немножко как-то полегче к этому относиться, потому что дети читают, и они читают комиксы, они читают какие-то, знаете, вот эти журналы, которые продаются в метро, и они же их читают. И тут надо задать себе вопрос, что я хочу от него, и почему я это хочу. И мне кажется, что, знаете, важно, чтобы они, если это вообще важно кому-то, чтобы он читал, чтобы он просто читал, потому что что он читает, оно будет меняться в течение жизни, что он смотрит, что он слушает, что он читает. Это не так важно. Важно, что он в процессе находится, и он из этого процесса что-то берет, об этом можно опять-таки разговаривать. И поэтому дети читают. Я не думаю, что дети не читают. Они читают. Во-первых, не бывает все дети, как не бывает все мужики. Поэтому нельзя так сказать, да, все дети. Сегодня дети, они все разные, потому что мир вообще раздроблен, да, все очень-очень разные. Первое. Второе. Есть чудесная книга Даниэля Пинако, как роман, которая отвечает на все эти вопросы про чтение. Третье тоже что-то было, я забыла, но я хотела просто опытом поделиться. Вот у меня старший сын, например, начал читать сам как-то так в 4 года, с вывесок сразу потом. И читал вот так за поем, прямо они вылезают из книжек, и вот у него жульвер, там два капитана в 10 лет уже второй раз. В общем, все нормально было. Младший не читал до 8 вообще, был обливаем презрением со стороны старших, пока ему не попалась его книжка там про строкота. А потом была такая практика. Вот вспомнила, что вопрос взрослым. А вы читаете? Вот когда вы последний раз видели взрослого с книгой бумажной в руках в метро? Ну, то есть, видно, они-то не бывают, встречаются, но все равно, ну, то есть, это тоже не секрет, они нами придуманы. И тысячу лет всем известно, что если взрослый в семье сам не увлечен и не читает, не просто говорит, надо там любить искусство, а сам вот увлечен, ребенок это увлечение, конечно, подхватит. Короче, вот, значит, мы с младшим ездим в школу на метро. Ну, уже ездим, он уже сам, но когда ездит. И каждый день это была мама, расскажи историю. Была какая-то история. Иногда я уставала рассказывать истории, и как театровед, и как режиссер, я говорила, а вот, ты знаешь, я тебе сегодня расскажу историю про французского поэта, ты знаешь, у него был большой нос, и я ему рассказывала пьесы, конечно, адаптированным языком, вот, и так мы, значит, всего Шерспира, всего Чихова, ну, конечно, попроще, как-то так я вот немножко, вот, вот, и, в общем, случился такой день, когда мы, когда я прочла ему письмо Татьяны, ну, кусочек какой-то, в метро. Он сказал, я знаю эту историю. Нет, в чем он сказал, а вот что там, что там, что там с Евгением Онегином, давай почитаем. Я думаю, боже мой, какой ему одиннадцать лет, какой Евгением Онегином. Начнем, и он заснет, вот, ритм, все, ему скажет, интересно, ну, начнем. Всего Онегина мы прочли за четыре дня. Я получила несказанное удовольствие, не знаю, что будет. Он, он слушал просто, во-первых, конечно, он очень расстроился, значит, из-за смерти Ленского, потом сказал, вообще, говорит, а ты такое красивое письмо ему написал, ну, что ему будет трудно, что ли, если не подружиться. Вот. То есть, она, ну, как бы, на своем уровне. Я к чему. Потом мы читали также «Ночь перед Рождеством». Ну, две истории оттуда мы прочитали, остальное я решила тоже пока, что нет. То есть, все как-то постепенно, потихонечку, и если взрослых часто пугает, что, как же так, вот он вот этой фигней, да, страдает вот этим всем. Но дело в том, что это действительно шаг, это первый шаг, за которым может последовать следующий шаг, если мы не обесценим его интерес сам по себе. То есть, любой интерес к чтению или смс, к написанию или каких-то там блогов, не надо этого бояться. Это мир, которого мы не знаем, и он нас пугает, и мы от него отталкиваемся просто потому, что не знаем. Это все равно шаг. И если ему, и за каждой, ну, за каждой вот такой, казалось бы, ерундой стоит искренний интерес. Любой супергерой, когда вот у меня сын там смотрел какой-то сериал, думаю, какую фигню он смотрит. Вдруг я говорю, стоп. Я посмотрела честно там этого, этой стрелы, значит, этой серии, я поняла, что это же Робин Гуд, просто это современный Робин Гуд. Да, он кажется проще, да, он кажется примитивнее, но это его сегодняшний Робин Гуд. Оставьте человека в покое, дайте ему пережить и прожить этот интерес, и, может быть, тогда он шагнет дальше, и вы с ним на территории там того же Евгения Онегина встретитесь или Жюль Верной, если вы сами там пребываете каждый день, и для вас это до сих пор важно и актуально. Да, я вот еще сейчас поняла, что, почему лично меня, например, не пугают плохие книги, плохие, там, не знаю, мультфильмы, плохие комиксы. Мне кажется, это очень важно тоже проходить, если им это интересно, потому что, а как они по-другому поймут, что неплохое? И это очень интересно наблюдать за тем, как он сегодня там любит эти ужасно сверстанные, дурацкие комиксы из метро, условно, а потом, видя, что ему нравятся комиксы, вы ему дарите какой-нибудь хороший комикс, там, самокатовский или мифовский, и он, хопа, он уже раз и понимает, это вроде бы то же самое, что я люблю, что мне нравится, но оно как-то по-другому сделано, как-то вот, не знаю, как-то картинки по-другому расположены, а кто вот иллюстратор, а давай посмотрим, какие у него еще другие есть книжки, а вот как-то вот слова какие-то другие использованы. И невозможно дать ребенку сразу очень хорошие книжки или очень хорошие фильмы, там, или мультфильмы, или спектакли, сказать, вот это вот правда, а вот это вот это зло. Это не сработает. Я думаю, что вот в этом проблема людей, которые думают, что дети не читают или что-то не понимают. Я хочу два слова, потому что я просто хотела обратить внимание, что Катя уже не первый раз говорит, что она с сыновьями читает, несмотря на то, что они умеют читать, потому что это важная история. Очень многие родители считают, что если ребенок научился читать, ну вот как мне, например, сестра говорила, что вот раз ты научился читать, я не буду тебе читать, сама читай, потому что у них нет времени, у них нет желания, они лучше что-нибудь другое сделают. Но чтобы помочь полюбить читать, да, вот это очень важно, да, пропустить через себя, побыть вместе с ребенком в этом материале, да, и он найдет в этом благодаря нам, потому что мы будем его проводником. Пожалуйста, не переставайте читать своим детям, даже если они уже там 12-летки и старше. Ну да, вот это вот слово «вместе», да, о котором, кстати, Даша говорила, оно очень важное. То есть такое сотворчество, Даша, да, а вот дети, которые приходят заниматься в студии, они читающие дети? Я просто в этом смысле какой-то супер счастливый человек, потому что вот меня настолько не... Я не знаю, откуда взялось вот это вот понятие, там, не читающие дети. Или, ну, как бы у меня складывается ощущение, что это как бы, ну, вот есть понятие, а есть дети. Наверняка, ну, то есть такое есть, но, видимо, мне так везет, потому что, что вот, я скажу, что, ну, вот, было у нас, посчастливилось, что я участвовала в таком проекте, который придумала Катя, вот, проект «Книги детям», когда мы созванивались с ребенком, да, во время карантина, и читали вместе с ним книги, самокатовские книги. Я к своему стыду могу сказать, что я до этого момента самокатовских книг не знала, я вообще не знала про это издательство, то есть я тот ребенок, который вырос на классике, мне говорили, что вот надо читать вот это, другое читать не надо, что тоже, на самом деле, здорово, потому что сейчас я эти книги перечитываю, и, ну, как, будучи человеком любознательным, вижу в них совершенно другое. Так вот, дети, с которыми мы читали, их было много, они некоторые книги, о некоторых книгах рассказывали мне сами, они говорили, а вот есть еще такая, а вот есть еще вот такая, я говорю, я не знаю, почитай. Дети мне говорили о том, чтобы я почитала, и мне было так интересно. Это современное было как раз все, да? Ну, в основном, да, в основном, да. Вот, например, самокатовские книги сейчас, ну, очень много детей знают, мне про вафельное сердце не сказало только, я не знаю, все сказали про вафельное сердце. И главное, что они появились, действительно, ну, в больших городах, во всяком случае, да. Но я могу сказать очень интересную вещь. Я пришла домой, вот у нас в рамках книги «Дети» было несколько встреч здесь же, в оффлайн-режиме, на который пришли, ну, довольно много детей, и это был очень интересный опыт. И я приходила домой, я рассказывала своим родителям, я говорила, значит, вот мы читали нам, например, «Пусть над судь белой медведи», или мы читали «Тео-театральный капитан», а «Тео-театральный капитан» — это вставка, это просто для меня супергениальная книга, потому что она еще увязана на музыкальных произведениях, и я это безумно люблю, и как бы получился очень интересный такой урок, если можно так сказать. Я пришла домой, я это рассказывала в таких вот эмоциях, и папа мне говорит, а почему вы не читаете классическую литературу, почему вы не читаете Денискины рассказы, что было сказано? И мне так стало обидно, то есть я думаю, что как же, ну вот получился очень классный опыт, все ушли довольны, я ушла, Вадика, вдохновленная, я говорю, ну, ты же не читала вот эту книгу. Папа вначале, будучи человеком довольно консервативным, он как бы, ну, я знаю, что Денискины рассказы там, и вот это здорово, но потом в какой-то момент я увидела, что на кухне лежит Ульф Старк, и я вижу, что там закладочка, и он читает, вот это ценно, что как бы, да, о чем я говорю? Да, что дети читают, и сейчас дети, которые приходят в студию, они тоже, они приходят, они приносят книжки. А, еще маленькая вставка, я их попросила принести, любимый отрывок из произведения, который они сейчас читают. На мое удивление принесли все по книжке, потому что я не напоминала, а когда кто-то забыл, сказал, ну, ну, я и так помню, я сейчас расскажу. И это было здорово, потому что они принесли многие понесколько, и они много, когда я просила их прочитать, они читали немножко, а потом они начинали чуть ли не цитировать. И мы на это что-то накладывали, то есть, не знаю, как-то, видимо, я такой счастливый человек, счастливый пятачок, которого окружают абсолютно читающие дети, которые ему еще что-то рассказывают, и, ну, вот, не знаю. У нас не так много осталось времени до конца, и мы вот решили, что в конце мы также дадим возможность задать людям, которые пришли сюда, если вы хотите вживую задать вопрос. Но сначала я вот вам к слову вместе все-таки снова привлеку внимание. А если ребенок не хочет ходить в театр, то, Катя, я смотрю на тебя и хочу сказать, можно ли театр начать дома? И, может быть, чтобы любовь к театру родилась дома, вот этот мамский театр или как это? Вам театр, да, я сейчас расскажу. Это действительно, это прекрасный проект, который был создан несколько лет назад театральным продюсером Жанной Мороз. Он год как заморожен, сейчас он снова возродился. Все начинается из дома, все начинается с нас, с нашего интереса, с того, чего же мы на самом деле хотим со своими детьми, чего же мы хотим для себя, для них и от себя, и что мы хотим сделать вместе. И мам-театр был придуман как такой источник вдохновения для мам, потому что счастливая мама – это счастливая семья, это счастливое общество, и вообще все будет хорошо. То есть это возможность для мамы открыть в себе вот такой творческий ресурс. И к нам на занятия приходили действительно мамы, был чудесный какой-то курс для многодетных мам, который был магазин «Спасибо» прям проспонсировал. И в результате этого курса родился спектакль. То есть мы даем все, что мы знаем, вот театрально, мы даем тренинги, упражнения. То есть вы делаете режиссеров из мам? Нет, мы не делаем никого ни с чем, мы просто вместе кайфуем, играем. Мы просто позволяем себе играть, и позволяем себе в каждом, что в каждом человеке, если это бездонный творческий источник, и когда ребенок говорит «Мама, расскажи сказку», чтобы мама как бы не в ужасе, не закатывала глаза, а сразу сначала «Жил был маленький поросенок». И вот однажды, то есть мы, допустим, учим их тому структуре, например, сказка, скажем, что вот сказка – это когда что-то было, а потом что-то началось, случилось и что-то стало. Ну вот прямо на таком примитивном уровне. Или мы говорим «Вот бумажка, а из нее можно сделать вот это, а можно сделать вот это». То есть мы работаем с разными фактурами, с куклами, с речью, с историей, с колоннадой, педагогией совершенно из разных просто сфер. И в результате, да, в результате мамы дома, вот до сих пор мы переписываемся с многими мамами, до сих пор просто дома играется с вами детьми, и иногда рождаются спектакли, иногда рождается просто какая-то история. Но ребёнок, вот этот язык, он понимает, что это какой-то существует способ вот так вот рассказывать истории, и потом тогда он делает следующий шаг, мама с ним идёт в театр, а дальше он, допустим, посмотрит спектакль, ему хочется книжку прочитать по которой и сравнить. Дети же очень-очень любят так, а вот здесь не так, а вот они в спектакле вот не так делают. И всё начинается только с нас. И вот ещё Таня вначале говорила про спектакль. Есть ещё вот личная ответственность наша, но она есть, никуда не денешься. Когда вы выбираете спектакль для ребёнка, не просто вытыкайте название в какое-то знакомое, а вы дайте себе труд почитать, немножко заглянуть на сайте, почитать, для какого это возраста, что там вообще. Потому что вот это потребительское отношение. Мы пришли, вот тут написано, что для ребёнка, и сделайте канал, значит, интересно и хорошо. Но так не работает, ребят, так не будет. Так не будет никогда ничего хорошего. Вот это сделайте нам умного, талантливого, послушного желательно ещё ребёнка. Это будет, ну, такие только роботы можно сделать. А запрещенные приёмы есть в искусстве, в театре? Вот есть темы, которые вообще лучше не трогать, а ребёнку это интересно? Или вообще нужно говорить абсолютно обо всём? Ну, ребят, вот хорошо. Вот у нас, значит, запрещена пропаганда всего, да? Да. Вот, например, мы не говорим с маленькими детьми о гомосексуализме, например, о гомосексуальности. Ну, потому что он ещё маленький, ещё вопросы сексуальности ещё как бы его не забудут. Но гадкий утёнок – это история о том, кто не такой, как все. Это первый шаг. То есть, по сути, мы говорим… То есть, это большая-большая-большая тема, где могут быть множество-множество разных нюансов. Мне кажется, что нет запретных тем, важен язык, которым ты на эту тему говоришь. И ещё, если родитель ведёт на спектакль ребёнка, он должен быть готов, что ребёнок задаст ему после спектакля вопрос, и тогда он столкнётся с тем, а я-то сам что думаю на эту тему. А мне-то самому тоже страшно говорить о смерти, например. А это психологи всем скажут, первое переживание смерти – это 4-5 лет, да? Когда бабушка… Ну, то есть, вот это первое переживание, первые встречи. Потом происходит ещё несколько… Ну, это просто нужно изучать возрастные особенности ребёнка. Мы все, кто работаем осознанно в театре для детей, мы работаем с психологами, изучаем возрастные особенности. Что-то знаю. Вот, поэтому я считаю, что нет запрещённых тем. Важно просто, каким языком на эту тему говорить. Да. Даша, скажи. Я, честно говоря, прям теряюсь. Запрещённый приём. Да-да-да, я запрещённый приём, я не знаю. Но я могу сказать только, что… Пьющий артист. Пьющий артист. Нет, ну, просто, наверное, я не сталкивалась, потому что, ну, вот, например, у нас есть волшебник из Умрудного города. И в целом, если на него прям смотреть вот как бы вот так, то, наверное, там есть много в чём что-то увидеть. Это же ещё вопрос, как бы, как ты смотришь. Потому что так придраться можно к чему угодно. То, что разговаривать с детьми обязательно нужно, проговаривать какие-то вопросы, которые приходят к ним там в подростковом возрасте, в маленьком возрасте. Я просто, ну, пока основываясь на то, что вижу, и на то, чем была не так давно сама, я понимаю, что я, например, какие-то вопросы не могла задать родителям. То есть какие-то темы я не обсуждала. Ну, вот почему-то так вот произошло. Ну, спорные какие-то моменты. Ну, да, да, что, ну, вот не было так принято. И, наверное, вот этот вот барьер, уже будучи в возрасте 26 лет, он преодолелся только сейчас. Почему-то как-то, может быть, потому что я стала задавать, может быть, какой-то другой контакт, может быть, мы стали больше разговаривать. А, например, когда дети задают мне какие-то вопросы там в студии, которым я иногда, ну, как бы вопрос есть, и ты... А, вот вчера, вчера был очень интересный случай. У нас такая довольно, как бы, группа возрастная, в плане там дети уже подростки, там им 12-13 лет, и мы им принесли разминку, которую у нас есть такой невероятный педагог Юрий Харитонович, Васильков по танцу, вот, и он приносил экзорсис, который такой весь, он очень тактильный, то есть там как бы нужно прям дышать, чувствовать, и мы решили попробовать дать. Нам, когда мы сами учились, это тоже поначалу мы как бы пальцами друг друга чувствовать пульс. Очень странно казалось, но потом мы в это въехали, потому что захотели. И вчера мы дали это детям. Дети вначале как-то странно друг друга так. Это же тоже барьер тактильности. Это, ну, потрогать человека. Это тоже такой еще момент спорный. И вдруг в середине, когда там звучит дебюси, все вот так вот друг к другу руками проникают, девочка встает и говорит, а зачем нам это надо? И это же такой классный момент, потому что мы вот были вдвоем с моим коллегой, и он как бы потом мы едем, обсуждаем, он говорит, я просто встал и понял, а правда, а зачем? То есть как это объяснить, там, чувствование, тактильность? И вот, наверное, мне кажется, что нет запрещенных тем, и, наверное, их быть не должно, потому что все должно быть обсуждаемо. И главное, что здорово, если у ребенка есть свое мнение, если он может это высказать, а ты можешь это принять как бы отдельно от своего восприятия, потому что у него же правда может быть другое мнение, и это нормально, и ему может не нравиться, или он может считать по-другому. Поэтому вот, наверное, по моему мнению... Спасибо, Даша. Вика. Ну, мне кажется, что, да, запрещенных тем или каких-то там неважных тем нет, любых, даже самых сложных, действительно, их нужно просто адаптировать под возраст. И еще, мне кажется, очень важно в детской литературе и вообще в любом искусстве для детей, чтобы все не заканчивалось тоской, чтобы... чтобы... чтобы вот мы как-то ребенка вели через какую-то историю, внутри которой есть там и смерть, и горе, и предательство, и еще что-то, но выводили на свет, чтобы ребенок не оказывался брошен один с тем, что он не может еще сам вынести, а был выведен в какое-то добро, и что-то светлое, мне кажется, это очень важно, чтобы... ну, и в спектаклях, и в книжках, чтобы всегда в конце оставалось что-то хорошее, светлое. Вот так я думаю. Таня? Я в четвертый раз повторю, что не бывает запрещенных тем, надо просто говорить на том уровне, который, да, и там, с помощью тех слов, которые понятны ребенку. Другая проблема, что часто запрещенные темы есть у родителей. И, к сожалению, родители в силу там наших особенностей каких-то культурных, да, им сложно говорить о смерти, вдруг выясняется, что у всех жуткий непроработанный страх смерти, потому что с ними про это не говорили, вдруг выясняется, что мы не можем говорить с детьми о сексе, да, хотя все оттуда появились, да, и вообще это про любовь. Вдруг выясняется, что мы не можем говорить с детьми нормально там про развод, про войны, про то, что там существуют беженцы, ну, и далее, и далее, и далее, да. И это проблема не в детях, это проблема в родителях, у которых есть какие-то там внутри что-то непроработанное, недопонятое и какое-то странное, страх перед этой темой, и поэтому проще сказать ребенку, что ой, да ты еще слишком маленький, подрастешь, поймешь, да. А деть помогает проработать проблем? Вообще, да. А можно я тоже добавлю? Вот Таня сказала, я вспомнила, у меня в одной из моих детских книжек, которые рассчитаны на возраст до 6 лет, есть эпизод, в котором к маленькому ленчику приезжает в гости сводный братик, и я получаю периодически очень нехорошие отзывы про этот эпизод, они звучат вот как-то так, зачем мальчик сводный, вы не могли его сделать, брат сводный, зачем, вы не могли сделать его родным, двоюродным, это что теперь, я должна с ребенком разговаривать, в связи с тем, что бывают сводные братья, а значит о разводе, а значит, они знают, что люди взрослые могут разойтись, и папа с мамой могут не жить вместе, как это вообще так? Зачем вы так делаете? И вот Таня права в этом смысле, да, это какие-то внутренние моменты взрослых, опять-таки, как и с темами, про то, что дети якобы не любят читать, это просто вы хотите, чтобы они что-то читали, это просто вы хотите, чтобы они о чем-то не знали, потому что вы не хотите с ними об этом поговорить. И все сводится опять к слову «вместе» и к слову «разговор». Как ни крути, все закольцовывается этим. Спасибо, спасибо, Вика. Я обращаюсь к тем, кто к нам пришел. У вас есть возможность, правда, задать вопросы нашим прекрасным выступающим. Если есть вопросы, то просто можете поднять руку, можете озвучить вопрос, я его переведу, да, пожалуйста. Или давайте, наверное, я даже не знаю, как нам лучше микрофон. Да, микрофон мы передадим, чтобы вас слышно было. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Да, Татьяна. Спасибо вам большое за то, что вы поняли такую интересную тему. Очень приятно видеть таких красивых женщин, умных. И все вы связаны с литературой, с театром. Вы, конечно, согласитесь с тем, что свой пример, он важнее всего. И, может быть, вы сейчас немножко расскажете о том, откуда вот вы и кто вам, по вашему мнению, может быть, привил вот эту любовь, кто вас вдохновил на то, что вы сейчас так много посвятили времени и вообще посвящаете жизнь именно этой такой творческой профессии, такой вот, вот связанной с этой литературой. Почему вы много читали? Почему вам? Спасибо, Татьяна. Очень глубокий вопрос. И я буду очень вам признательна, если вы достаточно кратко меня встретите. Все-таки, да. Даша, давай начнем с тебя, потому что ты всегда завершаешь. Да, я думаю, что это как бы из семьи. Ну вот у меня лично это из семьи. Потому что, как бы, вот у меня есть дедушка, который академик, он много читал. А, вот, я могу сказать про личный пример. Вот мы говорили про Карлсона, и меня сразу вкинуло в классные воспоминания. Мне до 10 лет дед от лица Карлсона писал письма. И я отвечала на них, и я получала какие-то ответы и подарочки, сама что-то ему отправляла. Потом то же самое, мама меня там с 8 лет водили по музеям, по театрам, читали сомные книжки. То есть, ну, вот, наверное, да, от родителей и от окружения, кстати, тоже. Потому что все мои друзья это тоже были люди, которые читали, которых водили, с которыми разговаривали. Вот. Спасибо. Катя? Да, тоже, конечно, семья. Хотя у меня к театру никто не имеет отношения в семье, но у меня просто родители артисты по жизни. Знаете, так бывает. Ну, так смотришь, когда мамка вы что-то... Сейчас у меня вот немножко все... Все, у меня положительный тест такой, вот, Боже мой. Даже две недели уже прошло, мамочка прошла, все. А, да? Ну, хорошо. Мне просто повезло, что я с пяти лет знала, что я как будто связана с театром. После того, как быть, в детском саду в городе Великий Устюг сыграла Мальвину в пять лет. У меня на деле красивое платье завели волосы, сказала это... И все мне хлопали, я говорю, о, какая хорошая работа. Отличная работа. Нюансы стали понятны потом, но мне просто в этом смысле повезло. А так, мама, действительно, мама очень долго нам с сестрой читала вслух, наверное, лет моих вот до 12-13. И я сама научилась читать очень рано и читала в запой, и меня было не вытащить, я не гуляла, сидела, читала просто вот... Вот вообще... И сейчас тоже, если я беру книжку, то все. Я пока могу не спать ночью. То есть родители и семья. И потом был еще... Что касается... Почему с детьми? Вот, не знаю, это просто тоже как-то интуитивно. Все, я с детства возилась с малышами и потом работала много с детьми. И потом в моей жизни случился тют в Театре Немножского Творчества, где были чудесные педагоги, где мне впервые сказали, а что ты-то думаешь по этому поводу? То есть нигде в школе и даже, ну, как-то в семье особо не... Ну, а правда, я вдруг почувствовала, что у меня есть свое мнение и оно кому-то к настоящему интересно. И вот это вот с моих 15 лет начался такой осознанный путь уже в педагогику театральную и в профессии книжки были с детства. Вика, вот это наша сторона. Ну, я постараюсь быстро сказать. Вот я сейчас задумалась, вообще, интересный вопрос, спасибо, никогда об этом не думала, на самом деле. Я не могу сказать, что мне очень много читали, что меня водили бесконечно по театрам, но сейчас я вот уловила что-то важное в этом. Меня никогда ни к чему не принуждали и не обесценивали мой выбор. Мама, хочу в театральную студию, пожалуйста. Хочу ее поменять, хочу в эту, пожалуйста. Хочу играть на гитаре, пожалуйста. Хочу в телестудию, пожалуйста. Хочу уехать учиться, хочу бросить школу и уйти в колледж, пожалуйста. И вот этот поиск, он всегда был очень свободный. И никто не подсовывал книжки. Ты приходишь и говоришь, мне нужны деньги, я хочу купить книжки, вот, пожалуйста, иди покупай книжки, сходить ли с тобой. И мне кажется, что вот в этом, вот в каком-то бесконечном поиске, в этой свободе ты себя нащупываешь. Просто у тебя просыпается любовь. И ты, самое главное, начинаешь понимать, к чему любовь. И все. И вот так все выбирается, получается. Спасибо. Я сейчас всю статистику разрушу. Потому что, спасибо большое на вопрос, он действительно очень интересный. Просто вдруг я поняла, что меня в детстве не водили по театрам, мне не читали книжки. Моя мама, да, моя мама рассказывала мне всего лишь одну сказку всегда про царевну на горошине. Это была единственная сказка, которую она знала. Я своим детям ее даже не читаю, кстати. Вот. Папа у меня тоже очень много работал. Единственное, что иногда в выходные по каким-то праздникам, но он много, тогда еще, знаете, были такие ларьки, где можно было детектив за 30 рублей взять в аренду. Помните? Ну вот он ходил, брал такие детективы, и там обычно были какие-то книжки всякие, там, «Я познаю мир» или какие-то там «Все тайны потустороннего мира». А мне почему-то очень это нравилось. Мне вот интересовало и «Потусторонний мир», и «Путешествие». И я просто покупала эти книжки, ну, просила папу купить эти книжки, и их листала, то есть даже особо не читала. И «Любовь к чтению» у меня появилась после «Гарри Поттера», а «Любовь к театру» у меня появилась в 11 классе, когда я влюбилась в человека, который очень много читал, и очень был вот такой театральный, нереализовавший себя режиссер. И после этого закрутилась, да, и я попала в театральную академию на театрический факультет, и там уже дальше много читала, много ходила, и вот как-то связала с этим свою жизнь. Но не из семьи, понимаете, да? Так это круто, что действительно очень много разных путей, то есть нет единого какого-то, да. А еще главное, не бойтесь облажаться это к родителям, то есть даже если вы не привьете любовь, да, там, к чтению, к театру, никогда не поздно будет вашим детям полюбить читать или полюбить театр, потому что они могут прийти туда уже потом сами, и вдруг сказать, вау, как там классно. Как это сделаете? Да, наша ошибка еще родительская, часто, но многие тоже это знают по себе, что нам кажется, то, что сегодня, сейчас происходит с ребенком, происходит навсегда. Он никогда не будет там все, завтра все будет по-другому, особенно с подростками, у которых сегодня, ты, кажется, это договорился на всю жизнь, а завтра, а завтра, а потом оказалось, что ты договорился сам с собой, а с утра вообще все с нуля. Поэтому вообще не стоит так сильно, ну это действительно другие дети, не стоит так сильно прямо брать, с одной стороны, большая ответственность, а с другой стороны, не стоит всю прямо взять ответственность на себя, и если вот ты не, то он никогда, когда-нибудь, и в конце концов, даже если он не сделает чего-то, что важно для вас и нужно вам, это его жизнь, его путь надо отпускать. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, у меня есть. Да? Я переведу просто у нас. У меня очень примитивный вопрос, на самом деле, но мне очень откликнулась идея Катьяны о том, что не каждый спектакль, даже в хорошем театре, подходит для того, чтобы начать. У меня дочке 5 лет, вот мы еще совсем не театралы, и я, ни я, ни она. С чего, может быть, вы порекомендуете начать? Если не слышно было, не всякий спектакль подходит для того, чтобы начать. Если человек совсем не театрал, с чего начать? Это на самом деле перекликается с моим последним заготовленным вопросом, он возник спонтанно. Вообще, что вы порекомендуете? Может быть, несколько названий, да, и вот спектакли, которые массы. Я понимаю, это очень сложно. Можно тогда я чуть-чуть подумаю? Потому что, ну, я просто... Хорошо, я целый блок этому посвящаю, да, тому, что... Ай-яй-яй. Тому, что там целая подборка в зависимости от интересов, да, вашего ребенка, в зависимости от бэкграунда. Хорошо. Начнет Вика. Я быстро очень скажу. Мне кажется, что классно начать с какого-нибудь спектакля, который хорошо поставлен по любимой книжке. Мне кажется, это срабатывает всегда, вообще всегда. Да, у меня дети довольно много ходят по театрам и смотрят. Это просто хорошо поставлено. Как понять, хорошо ли он поставлен, если человек пока не театр? Ну, например, любимым спектаклем у обоих на протяжении долгого времени остаются спектакли в Карлсенхаусе, по-моему, и троллем. Вот они готовы ходить на них и ходить, и они знают наизусть, и всегда все равно там появляются моры из темноты, они все визжат, верещат, им страшно и классно, и они все время просят покупать билеты вот на этот спектакль. И там про Пэтсена и Финдуса там тоже есть спектакли, и это тоже, там про Маму-Му есть спектакли. Вот у меня младший любит Пэтсена и Финдуса, и это всегда срабатывает. Мне кажется, что это неплохая идея, чтобы начать. Не знаю, что Таня скажет. Ну, Хатя, наверное, скажет, а Таня пока думает. Я как бы режиссер, ты можешь порекомендовать свои спектакли. Ну, это было бы просто, я просто, правда, не очень много знаю, но я знаю, что есть прекрасный режиссер Яна Тумина, для пятилетки, конечно, это еще рано, но я вам советую начать с самой, просто с Яна Тумина. Это прекрасный режиссер, который очень разный спектакль, на разный возраст ориентированный, и есть спектакли «Деревня Кондоходцева». Мне почему-то кажется, что если вы сходите на «Деревню Кондоходцева», лично она отзывается, не знаю, так это отлетит. Но без ребенка. Но без ребенка, да, пока. Без ребенка можно на все спектакли Яны Туминой ходить. Это да. Что касается возраста, допустим, пяти лет, шести, то есть спектакль, у меня совсем простой, он как раз для таких первых шагов в театре, это не бэби-спектакль, есть такое еще направление в театре-бэби-театр, где без такие немножко бессюжетные, бесконфликтные такие штуки для двух леток прямо уж делают. Но, в общем, мы сделали спектакль очень-очень простой по форме, где как будто бы старший брат или сестра или папа-мама у себя в комнате из подручных средств играет, и такая волшебная история, на самом деле, она про любовь и смерть, но она, но там ни слова любовь, ни слова смерть спектакль не звучит. И это спектакль «Научи меня летать» в театре за Черной речкой. А про премьеру скажешь? Про премьеру? Ну, у нас в театре-мастерской вот была недавно премьера кентерийского «Привидения», но это спектакль семейный тоже там как раз для взрослых. Есть что, где пожать? Ну, в смысле, это спектакль «Семье», о том, что нам нужно беречь друг друга сейчас и здесь, пока мы вместе. Опять мы к слову вместе приходим. Ну, это скорее, наверное, вот 9+, вот так я бы сказала. И дальше. Даша? Ну, я за премьерский музыкант очень рада. Это очень... Это тоже классный спектакль. Да, я тоже классный. Ну, это, кстати, спектакль любят и взрослые. Да, да. Сейчас он уже в таком состоянии, что взрослые любят его больше. Артисты его немножко зашутили уже. А вот, кстати, про Яну Тумину тоже это не детский спектакль, но это спектакль, который очень поразил меня. Это спектакль Пульверона в БТК. Это БТК, да. Вот, его сейчас, насколько я знаю, играют редко, но это, ну, просто это в ухлопство и сходите обязательно. А из детских... Я, конечно, не специалист по детским спектаклям вообще в городе, который... Коля на сочинении, кстати. Коля на сочинении, конечно. Это Яна Тумина и Коля на сочинении. Они играют иногда в БДТ. Ну, наверное, 6+, да? 12? Мне кажется, это лучше, да. Ну, тут... Ну, тут тоже вопрос такой. Можно я сейчас... Сейчас, давайте Даша скажет, а то Даша... А, все, да? Я могу только сказать, приходите к нам на Винни-Пух, а мне он очень дорог. Конечно, Винни-Пух. И еще есть мой любимый псо-цирк. Это такой цирк-театр. Вот любой спектакль, который детский, на самом деле, он для всех... Театр хулиганов таких. Да, просто-просто вот тоже отличное место, чтобы начать. Винни-Пух очень долгий для пяти лет. Туда надо идти только школьникам, при этом достаточно прокачанным школьникам. Не любой взрослый в нашем 2021 году может высадить такой длинный спектакль, который прекрасный, актерский спектакль. Вот. Значит, то, что я бы... А то взрослым, кстати, интересно. Ну, взрослым как раз интереснее, чем детям. Вот. Значит, то, что для пятилеток из чего начать, если вы совсем-совсем ни разу не были, да, вот прямо вот сейчас я вспомнила из того, что однозначно это Полис Амонсона в Большом театре Пухов. Это действительно нечто такое очень аккуратное, фантастичное, при этом унисекс для мальчиков и для девочек. Он очень игровой, очень смешной, очень трогательный. Прям вот очень рекомендую. Что касается Карлсон Хауса, я вот плюсуюсь к веке. В Карлсон Хаусе есть такая штука, что, в принципе, на что бы вы ни купили билеты, стыдно за это не будет. Вот. Ну и так вот мучительно больно потраченных денег, да. В пять лет, ну, наверное, уже можно идти, наверное, на чьи пяти состоится. Это я просто сейчас выбираю те спектакли, на которые как раз вот они интересны не только ребенку будут, а они будут интересны маме. Потому что все-таки Пэтсон и Финтус прекрасный спектакль для ребенка. Он там, там не очень большой вот этот вот пласт скрытых смыслов, скажу так аккуратно. И то же самое с Моми Троллями, да. Хотя, ну, тем, кто любит это произведение, будет интересно, да. Вот, наверное, так. Есть еще прекрасный спектакль, спектакли, как раз бэби-спектакли в 3-4. И многие, например, считают, что там в пять лет на них ходить уже поздно. Но я ходила туда со своими дочерьми в разном, там у них есть серия бэби-спектаклей «Смыслон и почему-то», там громкая и тихая, чего-то там холодное и теплое. И суть в том, что я ходила туда как с ребенком там в год, а там они позиционируются как от года, да, так и ходила с ребенком пять лет, просто потому что мне некуда было деть старшую дочь. И вдруг выяснилось, что старшей дочери в пять лет спектакль этот зашел больше, чем там двухгодовалому ребенку, потому что она уже совершенно бесстрашна. Могла там посадить и семечку, посмотрите на слона. Ну, в общем, тоже обратите внимание, просто именно, что там можно двигаться, ходить, говорить. Для ребенка, который вот там никогда не был в театре, это может быть актуально. А вообще, в моем блоге целая подборка на разные возраста. Есть и там от нуля, ну, типа, год плюс, и шесть плюс, и три плюс. В общем, вот. Да. Блог «Культурная мама» называется, если вы не подписаны, подписывайтесь. Из закрепленных сториз есть и подборка и для взрослых, и для подростков, и для всяких других людей. Я думаю, Вика тоже должна сказать о своем блоге. У меня очень личный, скромный, маленький блог. Я не знаю, если хотите, заходите. Не знаю, может быть, мы где-то отмечены, наверное, все. Да, да, наверняка вы найдете, но если не найдете, то вот девушки, пожалуйста, можете подойти и спросить. Но мне кажется, все театры, которые здесь звучали, так или иначе, вот потраченных денег будет не жалко, потому что и мастерская, и Большой театр кукол. Кстати, вот пять лет можно, а мой дедушка был вишней, или это еще рановато? Рановато, да? Это чудесная книжка. Это чудесная книжка, но... Как раз тема смерти, но очень мягкая. На тему смерти у них есть, извините, пожалуйста, перебью, Лев и Птичка по одноименной книжке Дюбюк, но совершенно не по книжке Дюбюк получается, потому что там все вообще по-другому сделано. И как раз, ну вот я смотрела с трех лет, и трех летки рановато, но я пожалела, что я не взяла с собой шестилетку, потому что вот тема смерти в пять лет прям дико актуальна, а там как раз получается, что про это и про дружбу, и, ну, в общем, да. Вообще может сложиться ощущение, что мы тут топим за спектакли про войну, насилие, смерти, и потому что нет. Мы вообще за радость, за свет, за понимание. Просто если с детьми говорить, ну, они задают разные вопросы, в том числе и неудобные. И вот как раз я очень-очень поддерживаю то, что Илья сказала, что, наверное, театры, книга и все, что угодно, мы читая, погружаемся в какую-то тему, понимаем, бывает вот так, и бывает вот так. Бывает в жизни все, бывает даже смерть, но надо жить и надо сметь, да, и это заканчивается в смысле, что и все равно все будет хорошо. Не будет, как бы, да, ну, мы уже взрослые, или будет, ну, не так, как тебе представляется, но нам нужны силы, чтобы встать и жить дальше. И ребенок, мы не можем ему в спектакле или книжке сказать, вот правильно, вот так, никто не знает, как правильно. Мы можем сказать, бывает вот так, дружок, бывает вот так, и вот так бывает, и мы по этому поводу тоже переживаем. Но ты не один, ты не один, потому что я рядом, ты можешь спросить меня, Ты не один в этом, мы тоже это пережили, или переживаем сейчас, мы вместе с тобой, ты не один, мы тоже про это думаем, мы тоже про это грустим, переживаем, плачем, радуемся, хотим, мечтаем об этом. Как бы ни менялись времена, человек всегда хочет быть любимым, он всегда хочет не быть одиноким, он всегда хочет быть понятым, принятым и нужным. Это вот эти вещи неизменны, и любая литература, мне кажется, хорошая, любой хороший спектакль на эти темы разговаривает, на эти вопросы отличные. Ужасная кода, Екатерина Гороховская, я думаю, мы этим и завершим нашу замечательную встречу, Даши Завьяу, спасибо, Вика Смирнова, спасибо, и Татьяна Шеремет, спасибо, спасибо, что вы были с нами, удачи. А мы к детям? Да, я вижу, у вас, по-моему, 34 человека, поздравляю. Вмечательно. Спасибо.